От субботы до субботы. Неделя прошла. Настало время подвести итоги. Об основных событиях уходящей семидневки напомнит Светлана Гордеева и Александр Бекренев сегодня в выпуске. Новое пополнение студенческих аудиторий. Приемные комиссии калужских вузов ждут документы от абитуриентов до 25 июля. Не допустить пожара. Главная задача сотрудника государственного пожарного надзора. Как справляется со своими профессиональными обязанностями сотрудники управления надзорной деятельности областной МЧС, говорим с нашим гостем, подполковником внутренней службы Сергеем Кузьминым. Летние заботы благоустроителей. Конкурс «Калуга в цвету» становится по-настоящему общегородским. Райцентры стремятся не отстать от региональной столицы. Во глубине Козельских руд нашли немало артефактов. Калужские археологи закончили очередные раскопки в самом древнем городе области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аграриям нужно плотнее заняться возвращением оборот земель сельхозназначения. Им также предложили вспомнить традиционные направления области – производство картофеля. Строителям же нельзя смещать приоритеты. И в деле предоставления земли под жильем на первое место ставить многодетные семьи. Подробнее о том, как идет в регионе реализация нацпроекта, расскажем далее. Итоги первого полугодия 2013 в сюжете Сергея Коробкова. С самого начала заседания губернатор потребовал от министров говорить своими словами, а не перечитывать объемные доклады. Первой к доске вышла министра здравоохранения Елена Разумеева. По данным медиков, за первое полугодие 2013 в области заметно сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Запасы крови в области, вопреки слухам, увеличились. Их достаточно для обеспечения потребностей больниц. Также уменьшилась смертность на дорогах. Количество выездов скорой помощи увеличилось, потому что увеличилось количество ДТП. Количество пострадавших увеличилось значительно. Но количество погибших, вот обратите внимание, снизилось значительно со 160 до 99. Снижение смертности отмечено и среди младенцев. Причем со строительством перинатального центра этот показатель должен приблизиться к нулю. Еще одно достижение прекратился отток медперсонала. Количество врачей даже увеличилось. Но не все еще спокойно в Датском королевстве. У прокуратуры возник ряд вопросов к министерству. Прокуратура продолжает поступать жалобы, мы обобщали ситуацию по итогам за полугодие, на нарушение стандартов качества оказания медицинских услуг. Таких жалоб примерно, особенно по городу Калуги, поступает порядка 10 в месяц. Вот тут, я думаю, что может быть нам совместно подумать, обобщить эту ситуацию и перед населением отчитаться. Следующим с отчетом о работе вышел Александр Аникеев. Несмотря на то, что в области удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет, в этом году будет открыто еще 1200 дополнительных мест. Также появятся дополнительные места в яслях. Однако губернатор уверен, что решить проблему надо иначе – обратиться к работодателям. Надо связаться с работодателем, чтобы там с ней поговорили. Слушай, Маша, посиди с ребенком, побудь до 3 лет, вырасти здорового ребенка, отдашь потом в детский садик. Мы пока без тебя обойдемся. Давай лучше мы тебе потом приплачивать будем немножко. Нам это выгоднее, чем тебе больничное оплачивать. В сфере общего среднего образования министерство может похвастаться ростом зарплат педагогов. Но с дополнительным образованием не все гладко. Средняя заработная плата учителей в первом полугодии нынешнего года составила 25 881 рубль. Педагогические работники школ 25 63, работники дошкольных образовательных учреждений 20 998. И пока у нас еще проблемной зоной остается заработная плата работников учреждений дополнительного образования детей. Она составляет пока около 15 тысяч. Для решения проблемы губернатор предложил ввести педагогов домообразования в штат школ. Это также позволит эффективнее использовать школьные помещения во второй половине дня. От воспитателей перешли к строителям. Приятие в 2011-2012 годах долгосрочных программ в сфере обеспечения доступности жилья дает свои результаты. Только за первое полугодие 2013 года в области выдано более 2000 ипотечных кредитов на почти 4 миллиарда рублей. В рамках специальной подпрограммы за последние два года более 500 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия. Продолжается выделение земельных участков многодетным семьям. Наиболее яркий пример – это село Яглова, где у нас на 80 гектарах построены инженерные сети, коммуникации, дороги и предоставлены все земельные участки. Из них 385 многодетным семьям, с которыми 24 семьи – это где более 5 детей. Особое внимание глава региона потребовала обратить на проблему расселения из ветхого и аварийного жилья. Разобравшись с тем, где будем жить, стали выяснять, что будем есть. Основным направлением сельского хозяйства в области остается животноводство. За последние полгода прирост по различным видам скота и птицы составил от 4 до 20%. При этом особое внимание уделяется автоматизации производства. Уже сегодня 6 роботизированных ферм работают, в том числе 4 фермерские хозяйства. В этом году, например, мы планируем не менее 10 роботизированных ферм построить. В Масальском районе уже строится и будет построено около 5 ферм. Не только с роботизированным доением, а в итоге настроится сейчас роботизированная ферма уже с роботизированным кормлением. Несмотря на успехи в животноводстве, губернатор предложил обратить внимание на возрождение производства картофеля, бывшего когда-то одной из визитных карточек области. В завершение заседания глава региона дал распоряжение Министерству финансов, чтобы все решения по расходованию средств на федеральные программы не вступали в силу без его подписи. Сергей Крабков, Сергей Фундников, телекомпания НИКО-ТВ. Диспансеризацию населения надо довести до 100%. Эту задачу поставил глава региона на заседание областного правительства. Плановая диспансеризация 2013 идет с апреля. В ней задействованы почти 4 десятка медицинских организаций. Работает 15 выездных врачебных бригад. Привлечены две передвижные флюорографические и одна маммографической установки. А скоро начнется проведение осмотра населения с использованием мобильных комплексов. Но необходимо организовать их работу максимально эффективно. Говорили на совещании не только о диспансеризации, о показателях здоровья населения области и мерах по его улучшению. В списке вопросов – мониторинг отдельных показателей деятельности госучреждений. Обо всем по порядку расскажет Ирина Сидорова. В районном центре и глухой деревни. Медицина на колесах доступна сегодня в разных уголках региона два раза в неделю. В будущем выездные приемы увеличат до пяти. Многофункциональный передвижной медкабинет для пациентов помладше теперь официально прикреплен к областной детской больнице. Мобильный комплекс для взрослых – Козельской ЦРБ. Подобное разделение труда вызвало у главы региона Анатолия Артамонова вопросы к качеству первичного обслуживания. Как потребитель этой услуги, да, потенциальной, все-таки вот есть какие-то вещи, которые и люди в этом плане, как говорится, штучные. Вот диагностика и лечение – это немножко разные вещи. Вот в этих машинах должны находиться одни и те же люди, они там должны работать десятилетиями. И зря вы нагружаете эту Козельскую больницу этой функцией. Должно быть, их вот должно быть пять, допустим, машин, и все пять должны быть в областной больнице. Это мое твердое убеждение. По словам губернатора, как только команды передвижных медиков обрядут постоянный состав и серьезное руководство, автопарк медкабинетов на колесах обязательно пополнится, выезды станут ежедневными. Эффективность использования имеющихся ресурсов – главное условие успешного развития, будь то мобильный комплекс или целая сеть госучреждений. В ходе мониторинга бюджетных организаций области Мистерство экономического развития выдвинуло ряд предложений по их усовершенствованию. Среди них – привлечение аутсорсинговых компаний, присоединение небольших учреждений к более крупным, а также упразднение надуманных рабочих функций и искусственно созданных вакансий, чем сегодня особенно грешат в социальной сфере здравоохранения и образования. Сравнивая штатную и среднесписочную численность по состоянию на 1 января 2013 года, можно отметить, что штатная численность работников госучреждений составила 46 900 человек, а среднесписочная численность – 29 900 человек. Превышение штатной численности над среднесписочной численностью составило 17 000 человек. При этом мониторинг показал, что все вакантные ставки в учреждениях заняты. Тем временем расходы на содержание госучреждений выросли на 3 миллиарда рублей. Губернатор Анатолий Артамонов предложил сделать их мониторинг к ежеквартальным ритуалам. Одним из главных критериев – выбрать грамотное распределение полученных средств. «Надо привлекать к этой деятельности бизнес. И мы должны людям отдать деньги. Не так, что, допустим, создали учреждение, а туда потом пинком загоняем, потому что иначе закроют, если туда никто не придет. И начинаем строчить эти фиктивные списки. Якобы там кто-то ходит, получает какую-то социальную услугу. Далеко не все, кто там в этих списках значится, получают ее. Это, кстати, и в образовательных то же самое». Также в ходе заседания члены правительства обсудили переход от многочисленных долгосрочных и ведомственных программ к государственным. Рациональное упразднение и объединение более ста, имеющихся на поддержку которых сейчас направлено 80% бюджетных средств, приведет к образованию 23 усовершенственных госпрограмм. Ирина Сидорова, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. Есть время, но его мало. На следующей неделе, 25 июля, в России заканчивается прием документов в высшие учебные заведения. И хотя времени определиться с выбором осталось не так много, приемные комиссии калужских вузов еще работают. Бюджетных мест стало больше, но и требования к абитуриентам возросли. О самых горячих специальностях этого года Вячеслав Леденев. Более 2000 заявлений от 700 абитуриентов. Ведущий технический вуз области по сравнению с прошлым годом немного потерял в количестве, но надеется получить в качестве. К отбору будущих студентов здесь стали относиться серьезнее. Русский язык, математику и физику теперь нужно знать не хуже, чем на 40 баллов ЕГЭ. Развитие области диктует свои правила, а потому самые востребованные специальности связаны с информационными технологиями и машиностроением. Это информационно-безопасность автоматизированных систем, программное обеспечение, вычислительные техники, вычислительные комплексы системы и сети. Также направление машиностроения, это непосредственно технология машиностроения, это мехатроника и робототехника. То есть те направления, которые имеют достаточно большое применение в нашем регионе. Вы знаете, что регион сейчас развивается. Фактически у нас есть автомобильные кластеры, есть другие промышленные предприятия. Поэтому инженерно-технические работники сейчас достаточно востребованы. Карина Бацова только подает документы, но уже уверена, что без работы не останется. Изучение автомобилестроения, как зеленый свет в крупнейшие заводы региона. Институт престижный, а материальный вопрос решается проще, чем в столице. Я здесь живу, почему бы не учиться в другие города и далеко, с одной стороны. И там и тяжелее будет учиться. Это нужна и квартира, какие-то, допустим, родственники. Или покупать, но покупать дорого. Задать интересующие вопросы и получить ответы можно даже на закате приемной кампании. Причем поделиться опытом, рассказать о золотых годах не против сами студенты. Я могу объяснить, рассказать, какие предметы я изучаю сам. То есть я являюсь студентом, какие я изучаю, какие, возможно, буду изучать, в каких областях. Ну, чтобы как-то заинтересовать человека, объяснить ему, что к чему. Не обязательно как-то формально это делать, может, неформально объяснить, рассказать. КГУ порадует не только бюджетников, для которых выделено около 530 мест, но и платников. В УЗ попадает в так называемый топ-100. Это значит, что студенты могут оформить образовательный кредит под 5% годовых. Открытие дополнительных направлений и новые бюджетные места – результат успешной работы КГУ. Многие направления подготовки, на которые в прошлые годы было очень мало бюджетных мест, получили в этом году приличное количество бюджетных мест. Это касается лингвистики, это касается юриспруденции, это касается бизнес-информатики, таможенного дела. Если там раньше было по 3-5 бюджетных мест, то теперь 20-25. И таким образом нашу работу оценивают и в Москве, и в Министерстве. Абитуриенты Тимирязевской академии подходят к выбору своей специальности основательно. В среднем меньше двух заявлений от человека. Бюджетных мест всего 145, но распределились они по всем направлениям. Стабильно высокий конкурс, порядка пяти человек на экономику, агроинженерию и на специальности ветврач. Особенность последнего года – увеличение числа абитуриентов из других областей. Причин несколько. Во-первых, информированность растет, плюс мы еще занимаемся активной профориентационной работой, и плюс мы открываем достаточно дефицитные направления, такие как те же кадастры, те же самые агроинженеры, они востребованы, и специальности ветврач. И поэтому люди из многих регионов едут не в Москву учиться, а в более близкие города, где, так скажем, и цены дешевле, и условия лучше. Окончательно определиться с выбором время еще есть. Документы можно подать до 25 июля, а уже 30 числа в вузах появятся предварительные списки с именами новоиспеченных студентов. Вячеслав Леденев, Леон Теким, телекомпания НИКО-ТВ. В минувшее воскресенье через регион прошел циклон, и выпала месячная норма осадков. О последствиях стихий на рабочем совещании областного правительства доложил начальник регионального МЧС Валерий Клименко. Ливень и его последствия стали героями интернета, а у экстренных служб прибавилось работы. В трех районах, семь населенных пунктов, находятся без электричества. Бригады везде работают. В течение до 16 часов должны все восстановить. Ситуация под контролем. Энергетики с проблемой справились довольно быстро. За несколько часов электричество получили социально важные объекты. Всю ночь работали оперативно-выездные и ремонтные бригады. От ливня, града и ветра пострадала и Калуга. В приемную губернатора поступали жалобы от жителей города на затопление подвалов. В городе отключали электроэнергию, падали деревья, размывало дороги. Вячеслав Леденёк проехал по областному центру и посмотрел, каких бед натворила стихия. Кошмар, да, какой? Пейзаж горной реки для жителей домов по улице Боговута теперь в шаговой доступности. Дорогу размывала и раньше, но так, чтобы она стала похожа на водопад впервые. Ливневой канализации нет и вода беспрепятственно уносит сухой асфальт, песок и щебенку. Новая достопримечательность появилась неожиданно в рабочее время, а потому многих жителей застала врасплох. У меня видела дочь, она шла, я была на работе. Результат вот этот вот я увидела уже, когда возвращалась с работы в 8 часов вечера. Здесь, как она сказала мне, позвонила, говорит, мама, у нас Ниагарский водопад. Текло, ну, в общем-то, очень хорошо. Тут была вот эта вот яма по пояс, вот эта вот, где они сейчас вот немножко, чтобы выехала машина. У нас ни скорая, ни пожарная коснись, у нас никто не подъедет. На улице Подгорной вода не стала ходить вокруг да около и пошла сразу в дом. Первый этаж, находящийся ниже уровня дороги, оказался затоплен почти наполовину. Вода поднимается каждый год, но за пределы огорода обычно не выходит. Наводнение больших масштабов здесь было только в 89-м году, когда вода почти намочила потолок. Ливневка есть, но с таким объемом осадков не справляется. Тема природного катаклизма не могла обойти стороной заседания городских властей. Движение по улице Набережной было временно ограничено из-за провала грунта. Образовавшуюся яму заделали оперативно, но некачественно, просто засыпав глиной. На ней не только машины проехать не могут, человек стоять не может, он утонет просто в этой глине. Яма 2 метра глубиной, 2 на 3 размытия. Никто не приглашен, ни водоканал не смотрел, значит, ни электрические сети, ни, я не знаю, там, дренажники, наверное, должны были посмотреть. То есть коммунальные службы должны посмотреть, откуда, почему это размытие произошло. Мы какой-то вывод сделали, там нет. Вывод сделали, причину установили. Всему виной ливневка и недопонимание. Предприятие, обслуживающее ливневые сети, не обнаружило в коллекторе наносов порядка 15 кубов песка. Решение обустроить глиняный замок работники поняли слишком буквально и забили глиной весь провал. Мы выехали на место, назад извлекли глину и остатки грунта, почистили основание и уже в соответствии с технологией произвели подсыпку. Значит, подсыпали песком порядка 40 сантиметров по высоте и послойно в три слоя покрыли уплотненным щебнем 20-70. Поэтому у нас есть полная уверенность, что если не повторятся такие размывы, то это основание будет достаточно прочным и постоит долгое время. Вячеслав Леденев, Леонтий Ким, Михаил Ланросов, телекомпания НИК-ТВ. Некоторые последствия стихии пришлось ликвидировать всю неделю. В городе все падали и падали деревья. Утром в понедельник в гору Пау поступили сообщения о 15 упавших деревьев. Это было только начало. В пятницу цифра выросла до 40. Старые деревья, впитавшие влагу, сначала держались, затем покосились и только потом упали. Как нам сообщили в Комитете по благоустройству, специалисты активно работали и работают. Опиливают надломленные сучья, убирают, вывозят все, что нападало за неделю. Что касается улицы Набережной в Калуге, то ее на этой неделе уже и заасфальтировали. Большая часть промыва на дорогах ликвидирована. Где-то укладывали асфальтобетонную смесь, где-то подсыпали щебнем и асфальтовой крошкой. С понедельника по пятницу ремонтники устранили 15 промывов и провалов. Часть дорог придется ремонтировать более серьезно. И это будет сделано чуть позже, так как требует уже совсем других материальных затрат. В дорожных проблемах не всегда виновата стихия. Именно поэтому тема ремонта областных дорог вызвала острую дискуссию на выездном совещании депутатов в Медыне. В этом городе новый асфальт на улице Гагарина не продержался и года. Повреждение полотна комиссия вывела в 11 местах. Председатель областного парламента Виктор Бабурин призвал депутатов внимательно контролировать все этапы строительства, чтобы оперативно влиять на ситуацию и заставлять подрядчика устранять надделки за собственный счет. В ближайшее время начнется капитальный ремонт дороги Боровск-Федорова-Медынь-Верия. Частично приведут в порядок трассу Медынь-Гусева. Этого местные жители ждут уже несколько лет. Виктор Бабурин пояснил, утверждение планов и сроков строительства дорог зависит от депутатов. Именно они определяют, где должны поработать строители в первую очередь. Тем более, что со следующего года ремонт районных дорог будет финансироваться из вновь создаваемого муниципального дорожного фонда. Но у вас большинство дорог сегодня не узаконено. А некоторые дороги, они у вас не носят название, просто направление. Тоже вот, помните, как мы начинали с вами работу по чистой воде? Как, куда эти сети, откуда, где документы, как передавать и все прочее. Вот примерно такая же эпопея ждет и по дорогам. Работать надо по правилам. Вот и учитесь, думайте и начинайте организовывать эту работу. Продолжаем автодорожную тему. День качества провели специалисты «Калуга-Дорзаказчик» на дорогах Кировского района. Подрядчик «Кировский дорожник» завершает капитальный ремонт автодорог по направлениям Киров-Бетлица и Киров-Верхняя Песочня. Подробности в сюжете наших кировских коллег. День качества отмечается каждый четверг. Комплексным контролем за работами на дорогах области. Измерительная лаборатория Министерства дорожного хозяйства проверяет качество нового покрытия. Ширина плотная, поперечные уклоны и толщина слоя – все видно сразу на месте. Это керноотборный. Клон назначен для того, чтобы отбирать пробы из асфальтобетонного покрытия. Затем отобранные керны мы везем в лабораторию и уже их проверяем и выдаем заключение, уплотнено покрытие или нет. Берется три пробы на 7 тысяч квадратных метров. Мы, так как мы заказчики, берем 20%. Машина оснащена всеми приборами, которые нам необходимы для проверки качества дороги. То есть она у нас считается как бы экспресс даже метод. Мы на дороге и сразу можем замерить и выдать заключение. По итогам проверки составляется акт, где указывается состояние покрытия. На обеих трассах Киров-Бетлиц и Киров-Верхняя Песочня – подрядчик местное предприятие. Ему и предстоит гарантийное обслуживание этих дорог. Заказчик обязательно закладывает в документацию гарантийные обязательства подрядчиков, в том числе и по нашим автомобильным дорогам. В данном случае по автомобильной дороге Киров-Бетлица гарантийный срок покрытия – 5 лет. То есть если где-то, по каким-то причинам возникает определенный тот или иной дефект, то мы обязаны в период этого нормативного срока гарантийного устранять эти дефекты или замечания за свой счет. Вот сейчас кернили, несколько керниф отобрали, толщины соответствуют, претензий к этому нет. Есть небольшие вопросы по поперечным профилям. Это будет отражено в акте и указаны сроки исправления. До окончания строительства у подрядчика еще есть время исправить указанные погрешности и сдать дорогу в идеальном состоянии. Серьезных недостатков комиссия не обнаружила. Ольга Золотина, телекомпания Ника ТВ, присодействитель компании Киров ТВ, Кировский район. Капитальный макияж для лица города. В Калуге ведутся работы по благоустройству фасадов и прилегающих территорий. Владельцы торговых точек, придерживаясь общего цветового решения, планово наводят красоту на своих участках. Здание, известное калужанам как ДК-строитель, переживает второе рождение. Новый облик она уже получила, но работы продолжаются. Благоустройство дошло до бывшего дома купца Ракова. Вот-вот реконструкция коснется дома быта, но тут много собственников, и у каждого свое видение грядущих изменений. Сейчас городские власти ведут диалог с владельцами, чтобы найти решение, которое будет устраивать все стороны и приступить к работе. Особенно эта работа активизируется в весенне-летний период времени, особенно перед днем города. И мы находимся на постоянном контроле с собственниками и руководителями организации, проводим различные встречи, совещания. И в большинстве своем предпринимателей понимают важность работы по реконструкции зданий, ремонту фасадов, прилегающих территорий. Подарок за неравнодушие. Молодая мама получила благодарность от городского головы за то, что с любовью украшала родной двор цветами. С Дарьей Колоколовой Николай Полежаев пообщался примерно месяц назад, когда во дворе на улице Степана Разина проходил еженедельный городской час. Городоначальник разговаривался с жительницей, которая сажала цветы возле дома. Оказывается, для нее озеленение двора – любимое дело. Было решено. Положительный пример надо поощрить. За большой личный вклад в деятельность по благоустройству территорий муниципального образования города Калуга. Городской голова – это я. Спасибо тебе. Спасибо, Дарья. Ну и подарок. Второй визит Николая Полежаева был контрольным. Здесь закончился ремонт, которого жители ждали почти 20 лет. В этом году терпение было вознаграждено. При осмотре выявили некоторые недоработки. Подрядчик пообещал в скором времени все устранить. Существенное замечание – отсутствие детской площадки. Городской голова пообещал, что ее сделают в следующем году. Областная столица цветет все пышнее. Раньше участники конкурса «Калуга в цвету» хвастались перед комиссией небольшими участками или клумбами. А теперь демонстрируют площади посолиднее. И даже у когда-то неухоженных многоквартирных домов появляются настоящие палисадники. Конкурс «Калуга в цвету» состоит из двух этапов. На первом свою оценку участникам дали общины, а затем лучших оценивает основная комиссия. Из тысячи заявок было отобрано около трех сотен. И на этой неделе строгие судьи отправились к кандидатам. Для экстренного полива хозяйке палисадника на Московской 309 далеко ходить не надо. Среди лилии и хризантем свой маленький дворовый пруд. Разбитый больше для красоты, он служит цветоводам-водохранилищам, детям-игровой площадкой, прохожим, не то копилкой, не то талисманом. Во дворе стало негласной традицией кидать в него деньги. В этом году было очень удивительно, что начали бросать мелочь. Когда моем, вычерпываем, детей запускаем, они выбирают себе на мороженое. Больше мелочи детский глаз радует живность. Лягушки, птицы, а во главе памятник тёще. Обустраивать быт скульптуры помогают родные и знакомые. Кто из деревни Чугунки привезёт, кто валенок, завалявшийся, на плетень повесит. Больше всех постарался папа Ольге Бансуровой. Смастерил колодец, а в следующем году обещал поставить мельницу. Если полисадник на Московской 309 так и хочется назвать Калужской Швейцарией, то двор на Майской 8 урбанистическими тропиками. Заправляют тут, как они сами себя называют, креативный директор Валентина Ушакова и главный художник Любовь Горохова. Их стараниями шины, пластиковые бутылки, тазы, продуктовые корзины и абажуры дали жизнь экзотическим животным и райским птицам. Мы решили наш сад обозвать или назвать такие райские птицы. И мы поселили в наш первый участок райских птиц. А животных мы немножко, вот видите, сдвинули подальше. Даже на участке, ой, на нашем входе, на козырьке, мы решили поселить аиста. И теперь все, кто живет в этом подъезде, идет и говорит, только нам здесь аиста не хватало, чтобы появились детишки. Дети – главные судьи дворовых креативщиков. Еще до выводов конкурсной комиссии «Калуги в цвету» оценивают цветочно-пластиковый мир и дают рекомендации. Мне в этом саду нравится вот этот павлин, потому что он интересно выполнил, яркий, интересный. Ну, в общем, очень красивый. Очень красивые телепашки, они, потому что в очках и в шапочках, они такие миленькие прям. И очень хорошо сидят рядом с зеброй и осликом. Слоником можно сделать. За звание лучших растеневодов в отдельной номинации борются и организации «Калуги». Хотя социальные учреждения цветы сажают не амбиции ради. Это одна из составляющих реабилитации. Люди же здесь находятся ни день, ни два, и даже не месяц, особенно в летний период, инвалиды. Они же далеко не могут отъехать. Ну, в каких-то они условиях должны приближенными быть к природе, чтобы они могли выйти погулять, скрасить свое как-то существование. Помогать скрашивать жизнь калужанам ставят перед собой задачу и организаторы конкурса, как стимул премии за первые места и призы всем борцам за красоту. Итоги подведут в середине августа. Ольга Золотина, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКА-ТВ Яркие цветники, ровные заборы и ухоженные грядки. В селе Дуброво Кировского района проходит свой конкурс «На лучшее подворье». И оценивают здесь не только внешний вид, но и содержание, поскольку в сельской местности талант вести хозяйство имеет основное значение. У каждого свой путь к обеде. Валерий Федоткин – инвалид детства. Но это совершенно не мешает ему заниматься резьбой по дереву и благоустройством любимой садьбы. В этом ему помогает супруга Вера. Просто как-то получилось, что нечаянно. Первое получилось, начали все это вырезать и делать вот с этой вот дверочки у нас получилось. Попробовали, появился интерес. И стали потихонечку-потихонечку резать. Ну и стали обустроивать. Все-таки лучше, чем ничего. Супруга только за, еще подталкивает в этом деле. Она в основном рисует, вот. Ну а я режу. В результате конкурса выберут дом образцового содержания, лучший двор, многоэтажки и лучшую сельскую улицу. Выбирать лучших будут до середины сентября. А потом комиссия назовет победителей. Свою награду за благоустройство уже получил музыкант Эстарус и Андрей Зайцев. Эта награда – благодарность местных жителей. Творческое мышление помогло волшебным образом преобразить оврах и свалку. Фантазия, нестандартный подход, материальные вложения и два года усилий. Результатом стала великолепная зона отдыха в одном из старусских микрорайонов. Наталье Захаровой встретиться с героем не удалось. Но зато она увидела, как изменился местный пейзаж. Свежий воздух, тишина и покой – место для созерцания и поиска вдохновения. К Зайцевскому пруду художник Марина Пухтина приходит регулярно. Правда, расписчика по дереву сюда влечет больше съестной вопрос. С уточкой она просиживает часами в ожидании хорошего улова. Сегодня клев слабый. Мне кажется, выловили ногу. Самое крупное – это что удавалось поймать? Как? Вот ведро из-под селедки, знаете? Вот он даже просто вот так, вот так вот. Пару лет назад хозяин всего детища, вспоминает недавний зам местным отделом культуры Николай Бритенков, поделился с ним мыслью организовать пруд с зонами отдыха и творческих встреч. С Зайцевым они когда-то вместе играли в ВИА. Идею стали вместе реализовывать. Искали помощи материальной и технической. Основную нагрузку генератор идей взял на себя. Раскопал два родника. На организацию плотины в овраге ушло сотни, а то и больше камазов глины. В интернете изучал технику разведения рыбы. Появилось место для нереста мальков, а затем специальная установка с подачей кислорода. А там и дальнейшее благоустройство. Теперь сюда может прийти отдыхать кто угодно и рыбачить сколько угодно. Бесплатно. Сейчас как-то это немножко не вяжется. Сейчас у нас как, если что-то построил свое, огородил, и на этом значит делать деньги. Правильно? А он говорит, ты понимаешь, что мне вообще такой цели нет, чтобы на нем какие-то деньги зарабатывать. Я хочу, чтобы просто народ приходил отдыхать. И сегодня Андрей Зайцев продолжает совершенствовать зону отдыха. В вечернее время здесь можно наблюдать иллюминацию. Возводится сцена для творческих встреч. Может на одной из них и удастся нам увидеть человека, которому этот уголок Тарусы обязан своей красотой. Наталья Захарова, Вячеслав Долгопятов, Денис Бирюков, Владимир Фролов, телекомпания НИКТВ, Таруса. Не допустить пожара. Вот главная задача сегодняшних героев нашей рубрики подробности. Эти люди не тушат огонь, но они контролируют строгое соблюдение правил пожарной безопасности. Просят показать огнетушитель и проверяют, все ли профилактические меры приняты для защиты от огня. Опасность лучше предупредить, чем тушить последствия. Сотрудники Государственного пожарного надзора отметили на этой неделе профессиональный праздник. Борьбе с огнем 86 лет. В Калужском отделе надзорной деятельности 17 сотрудников. Как проходят их рабочие будни, поинтересовалась Олеся Утятникова. Профессиональный праздник на рабочем месте. Пожарный надзор Калужской области проводит совещание. Проверки на противопожарное состояние и дознания по фактам пожаров никто не отменял. За круглым столом подведение итогов работы по борьбе с огнем в сердце региона. Мы хорошо справляемся. Об этом свидетельствуют сравнительные анализы работы отделов Центрального регионального центра. Город Калуга и Калужская область находятся на первых местах. Поэтому все наши сотрудники стараются выполнять свою работу должным образом. Дмитрий Матюхин должным образом работает уже 11 лет. О будущем в МЧС мечтал еще со школы. В праздничный день рейд по пожарной безопасности. В этот раз садоводческий кооператив на Терепце. На минувших выходных он отметился возгоранием дома. По улицам кооператива пройти, но не проехать. Дальномер указывает, что ширина проездов недостаточная для машины МЧС. Три с половиной меняем. То есть пожарная машина здесь не сможет пройти, если в случае пожара. Вердикт Дмитрия Матюхина – узкие проезды и нехватка пожарных водоемов. Председатель кооператива пообещал пожароопасную обстановку остудить. Есть у нас, конечно, нарушения по пожарной безопасности. И не особо такие, что надо проезды все, конечно, от зелени удалить. Есть пожарная емкость у нас для поддержания воды, чтобы на случай пожара. Но этого недостаточно. Я считаю, что со временем я постараюсь все это исправить. Сергей Грачев – хозяин единственного дома в кооперативе, кому пожар от короткого замыкания точно не грозит. Дом работает на солнечной энергии. Тем не менее, о пожарной безопасности Сергей помнит. Вот, огнетушитель. Ничего себе, молодцы. Профилактика пожара лучше, чем тушение, говорит Дмитрий Матюхин. Поэтому просвещает людей с удовольствием. Для каждого человека работа ему, может быть, нравится, может быть, не нравится. Но пока жаловаться не приходится, все устраивает. Коллектив нас дружный. Это нас объединяет, и все. Одно дело делаем. А делу пожарного надзора впереди еще немало. Скоро его сотрудники начнут проверять на пожарную безопасность школы и детские сады. Олеся Утятникова, Алексей Пехов, Дмитрий Куницын, телекомпания НИКО-ТВ. С какими проблемами приходится сталкиваться с сотрудником пожарного надзора? Есть ли у них помощники и кого можно назвать самыми злостными нарушителями правил пожарной безопасности? Об этом сегодня говорим с гостем. В программе «Неделя» подполковник внутренней службы. Главный специалист отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской области Сергей Кузьмин. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Что из себя представляют органы государственного пожарного надзора в Калужской области и чем вы вообще занимаетесь? На территории нашей области эту деятельность осуществляет 120 сотрудников. Это 23 человека управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской области и 97 территориальных подразделений, которые расположены на территории нашей области в муниципальных районах. Основная задача органов государственного пожарного надзора – это проведение проверок, соблюдение обязательных требований пожарной безопасности и, соответственно, пресечение возникающих нарушений. Поэтому, если при проведении проверок выявляется нарушение требований правильной безопасности в отношении тех лиц, которые их допускают, тем самым подвергая опасности не только своей жизни, но и жизни окружающих, выдаются предписания по итогам проводимых проверок и принимаются меры по принуждению к выполнению тех или иных требований в части привлечения к административной ответственности. То есть это штрафы, вплоть до приостановки эксплуатации отдельных зданий, сооружений, помещений. Но приостановка у нас осуществляется судебными органами, по нашему представлению. Сергей Александрович, как обстановка с пожарами на середину июля? На сегодняшний день на территории Калужской области зарегистрировано 551 пожар, что на 5,3% меньше, чем аналогичный период прошлого года. В прошлом году, в 2012, у нас было 581 пожар. По погибшим на пожарах ситуация не изменилась. У нас зарегистрировано 52 погибших, что соответствует показателям прошлого года. С какими проблемами приходится сталкиваться в работе? Основная проблема – это, скажем так, непонимание необходимости соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, как собственниками, так и, скажем так, лицами, владеющими и распоряжающимися тем или иным имуществом. То есть, понимание того, что требования пожарной безопасности – это требования, от которых зависит жизнь и здоровье, в том числе и их сами. Ваша служба проводит профилактическую работу с такими людьми и общественным населением? Да, конечно. У нас, что касается сезонных мероприятий, они проводятся. Это пожароопасный период, который сейчас у нас летний, значит, отопительный период, когда начинается. Это все характерно для сельской местности, для частного жилого сектора. Мероприятия, связанные с профилактикой пожаров, возникающих сезонными, так сказать, волнами. То есть, это печное отопление, люди начинают топить печи после летнего периода и так далее. Кроме того, регулярно нашими территориальными подразделениями в сельской местности проводятся так называемые сходы с населением, которое проживает в населенных пунктах, в рамках которых проводятся инструктажи мерам пожарной безопасности, обсуждаются какие-то актуальные вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности того или иного населенного пункта. В этих мероприятиях участвует местное население, и поэтому также вопросы обеспечения пожарной безопасности на них обсуждаются. Ваши рекомендации жителям Калужской области в летний период? Основные требования, которые нужно соблюдать, в первую очередь, это соблюдение требований по наличию каких-то первичных средств пожаротушения. То есть, если это дачный кооператив, то каждый собственник какой-то запас воды элементарно должен иметь у себя на участке своевременно очищать свои земельные участки от горючей растительности, сухой растительности, то есть, обеспечивать невозникновение пожара от каких-то природных факторов. Соответственно, устраивать свалки горючих материалов, отходов на территории садоводческих, сельско-населенных пунктов. Тоже за этими вопросами нужно следить пристально. Особое внимание следует уделить в период летних каникул детям, которые имеют большое количество свободного времени. Соответственно, нужно за ними присматривать, потому что пожары по причине детской шалости с огнем и так далее тоже нередки, в том числе на территории Калужской области. Ну и в заключение хотелось бы отметить, что каждый человек должен чувствовать свою ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих. Поэтому нужно помнить, что любой пожар легче предупредить, чем ликвидировать. Вот что значит жизненно необходимая информация. Спасибо, Сергей Александрович. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. По результатам работы в первом полугодии, калужскими наркополицейскими перекрыто 39 каналов поступления запрещенных веществ в регион. Возбуждено более 300 уголовных дел. Такие данные озвучили на отчетные коллегии управления ФСКН по Калужской области. Показатели раскрываемости выше аналогичного периода прошлого года. Однако и растет число распространения наркомании. Лидирует Калуга, Обнинск и Жуковский район. Отмечается и больше смертей из-за наркотического отравления. В первую очередь, это происходит из-за перехода наркоманов на более тяжелые вещества – героин и метрофан. Более всего, начальники ведомства беспокоят ситуацию с лечением и реабилитацией. Следует отметить, что на 54,2% лиц, находящихся в наркотической коме, а также 50% умерших от передозировки наркотиков, состояли на учете в наркологическом диспансере. То есть, состоят, помощь должна не оказываться, и люди умирают. Что свидетельствует о недостатках в системе лечения наркозависимых и их реабилитации. Информацию о фактах сбыта и употребления наркотиков, а также организации притонов, можно сообщать на специальной мобильной. Но правда, это дополнительная функция горячей телефонной линии, которая заработала в городской прокуратуре. Основная ее цель – принимать звонки о фактах коррупции. Номер антикоррупционного мобильного 8-910-526-36-89. Каждый может позвонить и сообщить о должностных лицах, которые вымогают взятки. Звонки принимаются круглосуточно. Информация будет проверяться в любом случае, даже если позвонивший не пожелает представиться. Есть нарушения, сдавая номера. Для водителей автобусов ничто не должно быть важнее безопасности пассажиров. В областном центре прошла профилактическая операция «Автобус». Инспекторы ГИБДД осмотрели пассажирские транспортные средства, в том числе и межгородские. Штрафы или предписания получили практически все водители. Операция с диагностикой прямо на стоянке. К медицине отношений не имеет, но кому-то, возможно, спасет жизнь. За последние полгода в Калуге произошло 9 ДТП с участием пассажирского транспорта. В них пострадало 13 человек. Сотрудники ГИБДД стараются исключить любую возможность трагедии. Особое внимание к рулевому управлению. Проверка автобуса номер 12 показала, что не зря. Должен быть 20 процентов. 20 градусов. Там 120. У данного автобуса суммарный люфт равняется 120 градусам. Треположено 20. Неисправно рулевое управление, при котором запрещена эксплуатация автобуса. И это угрожает безопасности дорожного движения. Но это любая авария, любая кочка. Это автобус потеряет управление, потому что оно неисправно. Пассажирам 12 маршрута снова не везет. С номерами попрощался еще один автобус. Водитель не смог найти в своем салоне диагностической карты. Это равнозначно отсутствию техосмотра. Механик-то как выпускал в рейс? Без диагностической карты? Проверить у вас должны будут все эти документы. С просроченной диагностической карты инспектором попался и автобус до Ульянова. Не один час дороги до села люди проводили, рискуя жизнью. Теперь транспорт не скоро выйдет на трассу. Межрегиональные перевозчики оказались добросовестнее. В Тульском автобусе в неисправности оказались лишь средства первой помощи. Аптечка и огнетушитель. Таких проблем в автобусе не возникало. Как бы автобус до справа в состоянии. Сетовые приборы все работают. Проблем никаких. Это вы считаете мелочь? Как бы да не очень. Дороги всякие случаются. Так что не обязательно машины. Может с кем-то еще сучиться. Помочь всегда надо. К угрызениям совести водителю добавится штраф 100 рублей. За большинство автобусных неполадок административное наказание относительно невелико. В пределах тысячи. Чаще всего инспекторам приходится спрашивать за перегоревшие лампочки в световых приборах и незаполненные путевые листы. За последние полгода в категории пассажирских перевозок выявлено около 170 правонарушений. Ольга Золотина, Андрей Сумов, телекомпания НИКО-ТВ. Праздничные аккорды Мещевских торжеств уже не слышны, но эхо еще звучит. Минувшие выходные Мещевск отметил 775-летие. А в Свято-Георгиевском мужском монастыре состоялись торжества, посвященные 400-летию династии Романовых. Событие масштабное и долгожданное. Прошлые субботы Мещевцам запомнилось огромным количеством гостей. С шумной петровской ярмаркой и великолепным вечерним представлением. Этому празднику был посвящен фильм «400 лет династии Романовых», который зрители нашего телеканала уже видели, но смогут увидеть еще раз. Жизница царя на Мещевской сцене НИКО повторит 3 августа в 2050. А прямо сейчас менее глобальное произведение. Сюжет, конечно же, о том, как Мещевск отметил два юбилея. Двойной праздник начался утром. В стенах Свято-Георгиевского монастыря прошла торжественная литургия, посвященная четырем векам династии Романовых. Ее провел митрополит Калужский Боровский Климент. Свято-Георгиевский мужской монастырь был основан еще в 15 веке, однако находился он тогда в 30 верстах от Мещевска. Своим расцветом и переездом на новое место он обязан первой царице из рода Романовых Евдокии Стрешневой. Именно в памяти об этом и в признании ее заслуг у стен монастыря был установлен памятник молодой царице сыном Алексеем Михайловичем. В этот день у Мещевска появился город Побратим в Ливане. Это Амьюн, православная столица ближневосточной страны. Соглашение подписали главы двух муниципалитетов. Города Побратимы обязались сотрудничать в сфере торговли, промышленности, туризма и обмениваться культурным опытом и наследием. Наш город принял христианство еще в первом тысячелетии нашей эры. С тех пор мы живем под сенью православной веры, которая и объединяет православных ливанцев с нашими русскими братьями. В юбилейный день Мещевски веселилась Петровская ярмарка. Именно ею до революции был славен город. Она была лишь обрамление главного события – праздника 775-летия. Настоящим праздником души стало вечернее представление. Государственная академическая симфоническая капелла России, солисты Большого театра и геликон-оперы исполнили концертный вариант оперы «Жизнь до царя», также известный как Иван Сусанин. Но прежде чем Святосал Бейлза объявил в начале концерта, губернатор напомнил зрителям о роли Калужской земли в истории России. Калужская земля дала трех славных дочерей. Первая, которую Святосал Игоревич упомянул, Евдокия Истречнева, и мы сейчас только что возложили цветы к ее памятнику вместе с ее сыном, будущим, я бы сказал, великим государем Алексеем Тишайшим, который пять раз увеличил численность населения нашего государства и два с лишним раза увеличил ее территорию. И потом его супруга Наталья Кирилловна Нарышкина, опять же уроженка нашей земли, Тарусского уезда, и после Евдокии Лопухина. Митрополит Калужский-Иборовский Климен в своем обращении сделал упор на духовный и нравственный подвиг русских цариц, родившихся на Мещовской земле. Вот это удивительно. Отсюда были избраны две царицы. Они вынесли в Москву свою веру, любовь к родине, любовь к народу. Почетным гостем празднования стал Николай Овсиенко, заместитель полномочного представителя президента в ЦФО. Он поблагодарил организаторов праздника за тщательную подготовку и отметил большой вклад жителей Мещовска в сохранение российских традиций. Сегодня Мещовцы уверенно смотрят в будущее, так как умеют ценить свои богатые традиции, обычаи, беречь мир и согласие. События сегодняшнего дня, несомненно, станут духовной вехой в развитии нашего общества, будут способствовать поддержанию общественной нравственности, сохранению и развитию национальной культуры, восстановлению исторической памяти, образованию и воспитанию юношества. После официальных речей над монастырскими стенами зазвучали первые аккорды русской героической оперы. Провинциальный Мещовск, не избалованный подобными подарками, с восторгом встречал каждого выходившего на сцену исполнителя. Даже гроза, налетевшая на город, не смогла остановить представление. Ради искусства и артисты, и публика готовы были терпеть любое ненастье. Как по волшебству, вместе с концертом завершилась и гроза. После знаменитой заключительной песни «Славься», звон колоколов заглушили аплодисменты и крики «Браво!». Памятный маршрут длиною в 23 километра. В день 95-й годовщины расстрела семьи Николая II в Козельске состоялся крестный ход. Его инициатором выступило хуторское казачье общество «Оптинское». В путь отправилось около 200 человек. Вместе с ними по святым местам Козельского края прошлась Ольга Золотина. В путь решили отправиться сразу после утренней литургии. Первыми на священный старт выстроились воспитанники православного лагеря «Пересвет». Километраж большой, но силой и оптимизма молодежи не занимать. В сегодняшний день я первый раз иду, но я думаю, что дойду. Мне рассказывали прошлый год, но прошлый год шли они меньше, 15 километров. Сказывали, что все дошли. А что тебе поможет? Бог. С божьей помощью и с иконой святых мучеников Романовых в лаве казаки по военному бодрым шагом направились к храму Богоявления Господня и поклонному кресту, посетив поселок Мехзавода. Первый привал только в Козельске, до него еще несколько часов. Прихожане старались не отставать. Энтузиазм и темп поддерживали молитвой. «Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй нас». Для каждого русского православного человека эта дата очень важна. Мы очень ценим, любим царскую семью. И в знак почитания, в знак воспоминания тех скорбных минут, которые им пришлось пережить, тех страстей, через которые им пришлось пройти. Я очень даже уважаю и верю, что царь Николай, вот сейчас он с нами шел, полностью со всеми семьей. Он нас сопровождал от самого оптики, от самой оптики. Россия возродится после хрестных ходов. Мало народу идет, посмотрите, сколько мало. А Россия такая огромная, 80 миллионов. Однако по улицам Козельской так прошло немало. Более 200 человек. Большой вклад в численность участников сделали многодетные родители, отправившись в путь всей семьей. Для них царский дом – символ истинной русской ячейки общества. В лицарской семье жили по-другому люди. Много того, что сейчас допущено, не было. И семьи были, и многодетных очень много было. Небольшая передышка и снова в путь. Вокруг города воинской славы – во славу Святой Руси. Посетив все значимые христианские реликвии Козельского края, паломники завершили свой путь вечером в Оптиной пустыне. Ольга Золотина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКТВ, Козельский район. Археологи областного кровеческого музея и сотрудники национального парка Угра вернулись с раскопок. Они проходили в Козельске и на месте древнего градища Любутск. Среди привезенных из экспедиции находок – ножницы, поплавки, украшения, наконечники для охотничьих стрел. Особая ценность для археологов – обыкновенная посуда. Почему, расскажет Андрей Хорошавин. В Козельске случился мощнейший пожар. Засвидетельствовать его, увы, не удалось. Опоздали на восемь веков. Археологи в ходе раскопок нашли следы нескольких огненных стихий. А в XVIII веке пламенем был уничтожен весь город. Самый интересный для нас – это пожар XII-XIII веков. Прокаленный слой сантиметров 20-30. Мы взяли образцы на радио-бирот. Должны будем по осени отправить в Киев и получить более точную дату. Только на днях ученые вернулись с раскопок. Сейчас хвастают находками. Ножницы, поплавки и грузила. Точильный камень для шила. И даже всяческие украшения, которые приводят в замешательство археологов. Эта бусина происходит из-за слоя, где-то с метровой глубины. Все грани четкие. Я покажу в Москве специалистам. Может быть, что-нибудь они скажут. Особая ценность для археологов – обыкновенная посуда. Среди утварей ее было много. Часто билось, а оттого постепенно заменялось. По керамическим изделиям можно довольно точно определить историческую эпоху раскопок. К тому же такие простые бытовые предметы хранят свои тайны. Мы можем сказать, что это был за сосуд, какого времени, из чего он был сделан. На части горшков есть клейма, отпечатки различной конфигурации. Загадка. Никто не знает, зачем они это делали. Но есть куча предположений. На них сейчас останавливаться не будем, потому что это будет часовой доклад. Тема интересная любому мальчишке – оружие. Среди находок есть как боевые болты для арбалетов, так и наконечники для охотничьих стрел. Причем последние сделаны из кости. Видно, насколько четко грани обработаны. Причем кость была с изгибом, и мастер сделал здесь желобок, чтобы этот изгиб как-то обыграть. А вот всевозможным клинкам повезло меньше. Я рассчитываю показать специалистам, кто занимается оружием. Может быть, что-нибудь они в нем опознают. Ну, конечно, нужно будет провести реставрацию. Но нужно сказать, все железо и бронза, весь металл в очень плохом состоянии. Это зависит от среды, в которой находятся предметы. Идеальное состояние сохранили не все находки. Надежда на мастерство реставраторов. Иногда им удается дать новую жизнь этим вещам. Хотя наш реставратор, нужно отметить, Новикова Сергея Александровича, если мы спустимся в экспозицию, то там есть замок из Любутска, в котором нет железного ядра, но он смог расчистить и законсервировать его так, что мы даже выставили в экспозиции. Сотрудники музея надеются. Находки станут частью будущей экспозиции в Козельском филиале. Однако сетуют. Множество ценных для истории экспонатов не доберутся до музеев. Например, при разработке карьера безвозвратно утеряно древнее селение возле Обухова. Археологи здесь находили керамические изделия, датируемые 3-5 веком. Известный памятник археологии. В 79-м году он был открыт. Открыт Фроловым, обследован так, визуально. Он частично уничтожен в современном карьере. К сожалению, сейчас можно говорить о том, что часть этого памятника уничтожена навсегда. Раскопки возле Любутска непрерывно ведутся уже 18 лет. В этом году улов оказался не столь значительным. Найдено в десятки, а то и сотни раз меньше предметов. Однако ценность заключается отнюдь не в количестве. Андрей Хорошаин, Михаил Андросов, телекомпания НИКО-ТВ. Герои фотографий – птицы, животные и насекомые, обитающие в заповеднике. В Ульянове открылась фотовыставка «Калужские засеки». Автор 70 снимков – известный обнинский фотограф-анималист Виталий Горшко. Выставка уже демонстрировалась в Москве на международном конкурсе, посвященном охране окружающей среды. Затем совершила тур в Санкт-Петербург и Обнинск. В Ульяново фотографии задержатся на два месяца, а затем отправятся в Калугу и Липецк. Ирина Журавлева посетила выставку одной из первых. Чомги – брачный танец, редкостной красоты птицы, редкостный удачный кадр. Именно за эту работу фотохудожник Виталий Горшков был номинирован и стал лауреатом на международном фестивале фотографий дикой природы «Золотая черепаха». Виталий много лет сотрудничает с калужскими засеками, специализируется на птицах, на ты с маститыми орнитологами, а в некоторых вопросах и ученым даст фору. Виталий любит снимать птицы. Это его хобби. И на этом поприще у него, конечно, много даже научных таких открытий. Вот наблюдая и снимая цапель, он обнаружил, что у них присутствует каннибализм. То есть, когда мало корма, самки поедают своих птенцов. Экотуризм, который сейчас активно развивается в районе, может принести не только радость самим туристам, но и быть полезным в ином плане. В части, конечно же, и экономической составляющей заповедник тоже дает нам какую-то перспективу в части развития экологического туризма, потому что мировая практика европейская показала, что охотничьи промыселы, как охотхозяйство, которые сейчас так плодотворно развиваются и появляются, как грибы в наших землях, они дают гораздо меньше прибыли бюджету, меньше прибыли нашему и в частности району, если как экологический туризм. В рамках экологического туризма заповедник давно сотрудничает с фотографами, специализирующимися на дикой природе. Результатом этого сотрудничества стал выпуск фотоальбома «Сказки старого леса», один из авторов которого – Виталий Горшков. Его уникальные работы, на которых запечатлены красоты нашей земли, государственного заповедника «Калужские засеки», побывали на выставках в Москве и Питере и вот сейчас переехали в Ульяново. Заповедник – режим жесткий, благодаря чему, по фотографам, есть возможность такие уникальные снимки делать, как раз благодаря тому, что жесткий режим. Но мы работаем с фотографами в том плане, и нам интересно с ними и стратегическая наша задача с фотографами работать, потому что они свои работы, вот три фотографа, пять поработали, они это показали, например, 500 тысячам человек о нашем заповеднике. И при этом люди не были на территории заповедника, а посмотреть фотографии вполне возможно, и полюбоваться, и проникнуться, и понять и заповедное дело, и поддержать заповедное дело, и осознать истинное богатство Российской Федерации. Благодаря работам Виталия можно совершить виртуальную экскурсию по заповеднику и увидеть не только животных краснокнижных, но и обычных в необычных обстоятельствах. Зайчонок, обкусывающий лапки, или лисица, которая вслед за зубрами вышла к человеку. Те моменты, для которых требуется снайперская сноровка. С той лишь разницей, что в результате фотовыстрела никто не страдает. Ирина Журавлёва, Михаил Кузьмичёв, Алексей Кузнецов, телекомпания НИКА-ТВ, Ульянова. Подошло время спорта, а нам пришла пора прощаться. Увидимся на НИКе. Удачи и до встречи.